Цель сегодняшней встречи разобраться, как открывать сделки на откате в зависимости от того, как этот откат будет сформирован. Привет, это Адмиралс, меня зовут Лембиту. Первый вариант отката самый простой, когда цена после пробоя уровня к нему возвращается, а потом после короткого теста продолжает движение по тренду. Второй вариант более сложный, потому что после подтверждения уровня цена ложно пробивает его, возвращается и продолжает движение. Третий вариант тоже непростой, потому что в отличие от первого, цена на откате сразу уходит от уровня, не давая возможности войти, после чего формирует максимум ниже локального, что осложняет вход. Сегодня разберем все три варианта на графиках и я покажу, как шаг за шагом делать выводы из каждого движения цены, так чтобы вход в сделку был максимально осмысленным и вы смогли бы это сразу применить в торговле. В каждом из трех вариантов покажу, где при движении цены происходили важные изменения, а где нет. Мы разберем все ключевые моменты так, чтобы сформировался понятный план действий в любой непростой ситуации при работе с откатами. И когда цена начнет формировать откат, вы были бы полностью готовы к входу. Для наглядности, график будет скрыт таким образом, чтобы сосредоточить ваше внимание только на важном, прикрывая туманом то, что пока не в фокусе. Первое, на что обращаем внимание, тенденция. Минимумы понижаются, максимумы понижаются, тренд вниз. Один из важнейших навыков при оценке поведения цены обращать внимание на максимумы и минимумы. В данном случае видим очевидный минимум и цена вплотную к нему подошла. То, что произойдет дальше, существенно повлияет на наш дальнейший план действий. Смотрите, цена пробивает минимум, но не идет выше. Можем ли сейчас войти? Нет. Сейчас только наблюдаем, как цена будет реагировать на последние максимумы. Обратите внимание, что цена находится ниже локального минимума, его отметили красным пунктиром. Поведение цены говорит о дальнейшем снижении. Что произошло? Во-первых, сформировался новый минимум. Во-вторых, сформировался новый максимум. Хай зеленой волны. Этот максимум – точка сопротивления. Отметим ее фиолетовой линией. Цена опять сформировала новый минимум. Смотрите, график показал три очевидные точки сопротивления. Теперь уберем линии, отметим для удобства их с зоной. Так нагляднее. Прежде чем ждать точки входа, нужно понять, подходит ли это место для короткой сделки по параметрам риска. Как видим, до ближайшего уровня более двух рисков. Значит, можно в этом месте открыть продажу. Цена сформировала максимум. Что можно о нем еще сказать? Во-первых, он в зоне отмеченного уровня. Во-вторых, он не прокалывает уровень. Почему это важно? Дело в том, что если бы цена проколола уровень, это означало бы, что выше нет плотности заявок на продажу. А это значит, цену при движении вверх никто не остановит. Цена вновь приблизилась к уровню, сформировав новый минимум выше предыдущего. Можем ли сейчас входить? Нет, так как нужно увидеть подтверждение остановки цены под уровнем. В этой ситуации все параметры короткой сделки есть, поэтому заявку выставим сразу после подтверждения. Увидев остановку, выставляем под уровнем лимитную заявку на продажу. Стоп за уровень. Первую цель размещаем немного выше уровня поддержки. Мы с вами прошли шаг за шагом все этапы подготовки к сделке. Я их показал на примере нефти. Но схема типичная, и вы подобной ситуации регулярно будете встречать на графике. Повторяя раз за разом эти рассуждения и выводы, вы научитесь применять их на живом графике. Поэтому, чтобы видео не потерялось, поставьте ему лайк. Цена осталась под уровнем, и заявка исполнена. Мы открыли короткую сделку. Выставлен стоп и первая цель. Цена достигла цели, теперь убыток уже не грозит. Но на этом останавливаться не стоит. Сразу, как цена обновила локальный минимум, переносим стоп. Мы с вами разобрали первую, самую простую схему входа на откате. Зная ее, вы сможете работать примерно на третий откатах. Это немало, но я предлагаю взять больше. Поэтому переходим к следующему варианту. Второй пример. Обратите внимание, сейчас цена в вялом тренде вверх. Но перед этим был активный рост зеленой свечки. Сейчас тренд вялый, потому что за длительное время цена очень незначительно обновляла максимумы. Расстояние между первым и третьим маленькое по сравнению с первоначальным. Минимумы тоже подрастают слабо, хотя и повышаются. В подобной ситуации входить на пробой неразумно, потому что каждый раз после пробоя цена уходит ниже пробитого уровня. В нашем случае оправдан вход только на откате. Что может сломать план входа в лонг? Только если цена начнет рисовать понижающиеся максимумы и пробьет первый минимум. Но пока этого не происходит, ищем вход в лонг. Объединяем максимумы в зону сопротивления, как это делали в первом примере. До момента отката рассуждения полностью идентичны первому примеру, поэтому повторяться не буду. В похожей ситуации на текущий момент у вас уже открыта длинная сделка. Теперь самое интересное. Представьте себе, что уровень вы отметили не так, а немного уже, не учитывая последних максимумов. Стоп размещаете под уровнем. После чего цена выбивает стоп и идет вверх. И дело здесь не только в том, как правильно отмечать уровень, потому что цена может сходить и ниже. Вопрос нужно решить принципиально. Как войти, если оценка движения верная, но цена на откате выкинула вас из сделки? Здесь лучше всего выше проторговки разместить стоп-лимит для входа в лонг. И чтобы в подобных ситуациях не теряться, лучше всего этот вариант предусмотреть заранее. То есть надо заранее себе ответить на вопрос, если меня выбьет по стопу, буду ли входить повторно и если да, то где и как. В большинстве случаев трейдеры не планируют свои сделки, потому что не знают, как это делать. Но теперь вы это знаете, поэтому не пожалейте и поделитесь этим видео со своими друзьями. Это второй способ входа на откате. Зная эти два способа, сможете брать чуть больше половины всех откатов. Но если хотите входить практически на любых откатах, смотрите это видео дальше, мы разберем третий, наиболее интересный способ. Тенденция вверх, но нужно отметить, что второй максимум и минимум понижаются. Отметим эти уровни в виде зон, как это делал в предыдущих примерах. При восходящем движении нас будет интересовать вариант пробоя и отката к уровню сопротивления. Пробой поддержки менее интересен, потому что эта история против основной тенденции. Что скажете по поводу этого движения, как его интерпретируете? Итак, первое, на что нужно обратить внимание, сформирован новый максимум. Новый максимум подтверждает тренд. Что делаем дальше? Дальше нужно расширить зону уровня. Мы по-прежнему ждем пробоя и отката к уровню. Но что делать, если цена не дает проторговки, как это было в прошлых примерах? В подобной ситуации стоит рассчитывать на повторный тест уровня. Если цена вернется в диапазон, это скажет о серьезном ослаблении тренда. Вернемся к ситуации повторного теста. Как только увидели такую возможность, сразу стало очевидно, что открывать лонг надо лимитной заявкой на повторном тестировании уровня. Сделка открыта, ниже уровня выставили стоп. Дальше остается только управлять. Чтобы лучше понять этот вход, рассмотрим еще один пример. Но перед этим небольшое предупреждение о рисках. Подходите к торговле ответственно, трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. В подобной ситуации очевидное нисходящее движение. Но входить на откате лимитом здесь рискованно, так как цена может ложно пробить уровень, а потом вернуться ниже. Поэтому лучше дождаться следующей свечи и под минимум выставить стоп. На возвратном движении откроется короткая сделка. Здесь важно учитывать, что подобным образом стоит входить только на очевидном сильном тренде. Если понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите о точках входа, которыми пользуетесь сами, подписывайтесь на YouTube-канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!